Вместо привычного журнала запутанная электронная система. Теперь предварительную запись сверлинские молодожены могут оформить лишь через интернет. Главное разобраться с регистрацией портала. Как оказалось, именно этот шаг для жителей города самый сложный на пути ко дворцу бракосочетаний. Путь в ЗАГС через Архангельск пришлось проделать этому молодому человеку. Дмитрий с невестой Марией заранее продумали дату свадьбы 13 июля. На днях пара пыталась подать заявление, вот только прежнего журнала с желанными датами во дворце бракосочетаний больше не существует. Мы пришли в ЗАГС, хотели сразу же подать, думаю, все без проблем будет. Как оказалось, предварительная регистрация происходит на сайте госуслуг. Только для регистрации на интернет-портале необходимо сначала дождаться специального кода, который приходит по почте. Письмо через отделение связи идет не одну неделю, так что молодой человек решил воспользоваться порталом в Архангельске. Это вот проблема была, потому что мы в один день собрались в Архангельск, тут решили узнать, это их праздничный день был, работает ли он. Позвонили по федеральному номеру, указанному на сайте, и там сказали, что по причинам неработающего сайта пенсионного фонда, с которым завязан СНИЛС, который тоже надо регистрировать, вам не смогут выдать. То есть это тоже приходится даже согласовывать, как-то работает у них сайт, не работает. Ради заветной даты можно было и подождать письма, считают в ЗАГСе. Так что такой долгий путь проделывать не стоит. На новую электронную систему здесь перешли с этого года. После авторизации проблем с порталом возникнуть не должно. Достаточно зайти в раздел «Семья» и в пункте «Регистрация браков» забронировать день свадьбы. Когда вы заходите в личный кабинет, приходит извещение, что ваша заявка передана ответственному исполнителю. Далее придет еще одно извещение, что ваша заявка обработана, и вам необходимо явиться в орган ЗАГС для подачи заявления на регистрацию брака с такого-то по такое-то число. Это касается только предварительной записи. Портал сам предлагает свободное время по пятницам и субботам. И позволяет парам подать официальное заявление в ЗАГС буквально за 10 дней до свадьбы. Но от предварительного визита во дворец бракосочетания электронная программа не освобождает. Заполняют заявление и оплачивают пошлины пары по прежней системе.